Приветствую вас. Смотрите, какая получается история. У вас отношения начинаются сперва хорошо, да, то есть вы знакомитесь со своим мужчиной, то есть вы знакомые уже были со своим мужчиной, вот, значит, уезжайте в отпуск, в отпуске сближайтесь, вот, то есть когда всё хорошо и вам хорошо, когда всё хорошо вы вместе, то есть вы проводите время отпуска, значит, идеально, вы приезжаете, опять погружаетесь в привычную жизнь и тут выясняется, что оказывается, вы не готовы идти друг с другом через трудности, то есть в качестве позитива, значит, вы идеально друг другу подходите, а в качестве, собственно говоря, проблем, да, когда есть проблемы, мы друг другу, видимо, не подходят, вот, и, в общем-то, такая история, она не устроила вашего мужчину, который начал отдаляться от вас, вот, и вот здесь вы пишите, что в какой-то момент что-то произошло, почему началась моя ревность и его невнимание, понимаете, ключевое слово ревность здесь, ну, потому что это вы, да, потому что это вы, это ваша реакция, ревность ключевое слово, почему, по какой причине, да, смотрите, 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 ревность это неуверенность в себе, страх потерять человека, и вы его, как сами говорите, не можете отпустить, а это значит, что он вам для чего-то нужен, этот человек, и, на мой взгляд, нужно выяснить, для чего, зачем он вам, мне думается, что это ключевой момент, то есть, вам нужно, чтобы он был с вами, вам нужно, чтобы он был рядом с вами, и вопрос, вопрос, весь заключается в том, для чего, ревность это страх одиночества, это непринятие себя, это отсутствие собственной значимости, ну, вы не чувствуете себя значимой, вот, понимаете, какая история, то есть, на мой взгляд, вот эти вещи, их нужно разобрать, и два неудачных брака, которые вы пишете, это негативные сценарии, это негативные, жизненные сценарии, которые ведет вас, на данный момент, а, значит, по своему пути, вот, чтобы вернуть себя, да, нужно проанализировать, вот этот вот сценарий, то есть, по какой причине у вас, два неудачных брака, брака, да, да, из-за чего у вас два неудачных брака, как складывались отношения там, потому что это, с папой, скорее всего, проблема-то у вас, вот, и уже, тогда можно будет давать какие-то рекомендации, ну, и, собственно, из треугольника Карпмана, да, по треугольнику Карпмана, вы занимаете роль жертвы, жертвы, преследователь, вот, вот, ревность, 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 это преследователь, вот, подумайте, как вы оказались в этом положении у вас, очевидно, любовная зависимость, достаточно сильная, вот, но, тем не менее, от этого можно избавиться, да, то есть, нужно только раскрыть, раскрыть то, что вы чувствуете, да, и перенаправить другого человека на себя, вот, если вы будете работать над собой, если вы приложите достаточно усилий, то все получится, и вы сможете жить нормальной жизнью, и, собственно, свободно встречаться с мужчинами, потому что, ну, наверное, вы понимаете, что памятное поведение, это не любовь, это не любовь, потому что вы хотите, чтобы человек был с вами, вы хотите, чтобы он вам что-то давал, вы этого хотите, то есть вам важно не то, что вы ему даете, а вам важно получить что-то для себя, это, это вот, к вопросу о значимости, которая для вас важна, и которой вам не хватает, не хватает. Универсального рецепта для решения вашей проблемы нет, потому что, судя по всему, это началось уже достаточно давно, раз у вас два неудачных брака, и в своем сценарии вы находитесь тоже достаточно давно, поэтому я могу сказать так, что самооценка, свой собственный личностный путь, личные границы, модель женского поведения и полное принятие себя. Вот мне думается, что, то есть, осознавание себя как ценности, вот мне думается, что с этими аспектами у вас есть серьезные проблемы. На этом все, я думаю, что, в общем и целом, добавить по тексту больше нечего, да, кроме того, что вы, ну, смотрите, как получается, да. Все коллеги говорили, что вы вернетесь с парой, да, что-то не знали, что вы будете парой, ну, предполагали. Так почему же вы, ну, если они знали, что вы будете парой, почему же вы тогда не ведете себя открыто? То есть, все и так знают, что вы пара, все и так понимают прекрасно все, для чего это конспирация. Ну и, соответственно, как так получилось, что именно с коллегой у вас завязался роман? То есть, это уже вопрос критериев выбора мужчин, потому что все-таки на работе, вы имеете дело, имеете дело с человеком, который материально заинтересован в том, чтобы, ну, остаться на месте, остаться на работе. То есть, у него есть материальная зависимость. То есть, он до конца не независим. Он до конца не свободен. Да? Ну, от вас, грубо говоря. Да. Вот. И вы, в принципе, тоже. И вот, соответственно, очень важно понять, чем обусловлен ваш выбор. Ну, вообще, профессиональные психологи, они подходят к тому, что два неудачных брака, да, это запрет на близец. Установка, что вы плохая женщина, что вы недостойная женщина, что вы либо не можете, либо не имеете права быть вместе с мужчиной. Вот. Ну, и, соответственно, вот то, как развиваются ваши отношения с последним мужчиной, с коллегой. Можно предположить, что вы начинаете стремиться к полному слиянию с человеком, да, то есть, ну, не отпускаете его от себя, в смысле, далеко, далеко. Вот. И это, соответственно, порождает то, что вы растворяетесь в другом. А растворяет в другом, вы, значит, ну, провоцируете то, что человек, смотря на вас, видит себя, а видит себя не очень приятно. Вот. Ну, это соглашение, как будто, сам с собой в отношениях. То есть, вы своего личного, своего индивидуального, своего уникального в отношения не несете. Кроме вот только ревности, да, и чего-то еще. Нет ценности у вас. Разве женщина, которая чувствует себя ценной, будет так навязываться мужчине? Ну, я думаю, нет. Я думаю, нет. Я думаю, нет. Эм... Подумайте об этом. Пожалуйста. Подумайте об этом, потому что это очень важно. Вот. Вы задаете вопрос, как быть счастливой с ним? На самом деле, вам нужно быть счастливой в любом случае без него. То есть, у вас сейчас, вопрос по сути, задать очень хитро. То есть, вы спрашиваете, как мне стать счастливой с ним, чтобы он вновь обратил на меня внимание и был со мной? Вот тут момент в том, что нужно обрести себя и обретя себя, либо быть с ним, либо нет. То есть, предложить ему выбор, но не подстраиваться под него. Поэтому, если вы хотите быть счастливой, то вам надо быть счастливой. Без него, с ним, неважно. Понимаете? А для этого нужна внутренняя гармония, личностная гармония, личностный рост. Потому что сейчас отношения вы воспринимаете как, эээ, ну, знаете, как привязанность. А привязанность это почти всегда психотическая реакция, то есть незрелое, незрелое поведение. Вот. А это значит, что где-то вы не поврослели и у вас остались такие вот немного рудиментарные понятия. Да? То есть, которые были актуальны в детстве, но которые не очень актуальны сейчас, на данный момент. Вот. Обращайтесь, если будет желание. Можете выбрать любого эксперта на нашем ресурсе, все психологи, в принципе, работают с зависимостями. Вот. Так что выбирайте. На этом все. Если у вас остались вопросы именно ко мне, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. versız knowsolas Марта. Продолжение следует...